Эти рассказы Валентин Гаврилович записал в начале 90-х годов. Воспоминания публикуются впервые и без купюр. Мне много приходилось заниматься поиском обстоятельства, участия в боевых действиях моих родственников, двух братьев отца. Один из них, Дорофеев Иван Семенович, пропал без вести в апреле 43-го года. Второй, Дорофеев Петр Семенович, воевал в спецгруппе Героя Советского Союза, легендарного разведчика Николая Кузнецова, о чем я в начале 90-х годов написал книгу «Рядом с легендарным разведчиком», которая вышла тиражом в 30 тысяч экземпляров. Не один год был потрачен на поиски архивных данных, проводились встречи с ветеранами отряда «Победитель» под командованием полковника Медведева, а также Валентины Догвер, бесстрашная Фройлен, которая до недавнего времени проживала в городе Воронеж. И сегодня я хотел бы поведать о том, где же был 22-летний Петр Дорофеев в начале войны до 25 сентября 42-го года, когда был зачислен в отряд Медведева и каким образом он туда попал. После окончания Рыльского сельхозтехникума Петр был в 37-м году призван в армию и поступил в Златоусовское высшее пехотное училище, которое закончил в мае 41-го года. Побыв несколько дней у родителей в городе Эртиль Воронежской области, он отбыл в распоряжение Киевского особого военного округа 99-ю стрелковую дивизию, дислоцирующуюся в городе Перемышль, и принял командование взводом в 206-м стрелковом полку. До начала войны оставались считанные часы. 22 июня в 4 часа утра был атакован пограничный отряд дислокации 99-й стрелковой дивизии бомбовыми ударами. Танки и пехоты уже вели бой на нашей территории. Дивизия, входившая в состав 12-й армии, с боями отходили на восток. История Великой Отечественной войны говорит о том, что в августе 41-го года части 12-й и 6-й армии, исчерпав возможности обороны, были окружены, и многих солдат и офицеров постигла горькая участь пленения. Попав в плен, Петр Дорофеев и тысячи солдат и офицеров были согнаны в Уманскую яму. Карьер кирпичного завода полуовальной формы 10-метровой глубины. Беспощадно жарило солнце, не было ни тени, ни пищи, ни воды. Через несколько дней колонну пленных погнали на железнодорожную станцию, погрузили вагоны и отправили в лагерь под город Винница. Именно там под Винницей, недалеко от села Якушенце, началась строиться восточная ставка Гитлера Вервольф, но об этом еще никто не знал. А через год с участием Петра Дорофеева была раскрыта тайна этого, одного из самых засекреченных объектов фашистов во Второй мировой войне. Все пленные размещались в наспех сколоченных бараках, обнесенные колючей проволокой. Работать приходилось на износ, потому что гитлеровцы имели приказ по окончанию строительства пленных уничтожить всех 12 тысяч пленных, а также истреблению подвергались жители окрестных деревень, привлеченных на работу. Именно отсюда, в начале 42-го года, Петр совершил свой первый побег с группой товарищей. Уходили лесами, ориентируясь на восток, но через неделю на одном из хуторов их выдали националисты, недалеко от города Коростень. И снова предстояло в товарных вагонах отправиться в плен, но на этот раз это был лагерь в городе Ровно. Пока еще немцы были под впечатлением масштабных побед на Восточном фронте, не развернулись массовые партизанские движения, условия пребывания в лагере были менее жестокими по сравнению с концлагерями. Основной пищей в лагере была овощная баланда с небольшим присутствием крупы, а работой – строительство укреплений и вал колеса. Уже к лету 42-го года Петр начал выстраивать схему побега из лагеря. Несмотря на повышенное внимание со стороны немцев, поскольку он уже был одним из тех, кто уже совершал побег, к концу лета план созрел. Он поражал своей дерзостью и простотой. Три раза в день на территорию лагеря на машинах завозили баланду в 200-литровых бочках из кухни, которая располагалась недалеко от лагеря. Работниками кухни и водителей на машинах работали вольно наемные местные жители. Для побега было выбрано время, когда Петр вместе с бойцами, решившими бежать с ним, работали на загрузке баланды в пункте раздачи. Ориентировочно это было 20 сентября 42-го года. Освободив бочки и погрузив их на машины, они незаметно залезли под них и так выехали за территорию лагеря. Это был самый удобный момент для побега, поскольку именно в это время машины на въезде не осматривались. Двигаясь на восток, группа встретилась с партизанским дозором, который возглавлял Валентин Семенов. Приведу его воспоминания о том дне. Осенью 42-го года я во главе группы находился на боевом задании далеко от местного лагеря отряда Медведева. И вот 25 сентября 42-го года на хуторе Александрия, вблизи деревни Рудня, старики Рокетинского района Ровенской области, мы повстречали группу сбежавших из плена бойцов, которую возглавлял Петр Дорофеев. Под его командованием находились сибиряк Федор Федорович Зубрилов, Николай Михайлович Харитонов, Михаил и еще два бойца, фамилии которых я уже не помню. Рассказывая о себе, Дорофеев сообщил, что он родился в 1919 году, помнится, что где-то вблизи города Воронеж. В отряде Медведева Петра Дорофеева зачислили возвод разведки, куда отбирали бойцов грамотных, развитых, смелых, инициативных. Всеми этими качествами и обладал Петр. В декабре 1942 года он был зачислен в спецгруппу, действовавшую под командованием ныне известного во всей стране легендарного разведчика Николая Ивановича Кузнецова. В рядах этой группы Дорофеев участвовал в подвижной засаде на шоссе Ровно-Кастрополь в качестве гранатометчика. Когда была раскрыта тайна восточной ставки Гитлера Вервольф, о том, как он проявил себя при этом, вы можете прочитать в книге Николая Акимовича Гнюдюка «Прижок в легенду». О дальнейшей судьбе Петра Дорофеева написано в моей книге рядом с легендарным разведчиком. Менее чем два месяца Петр не дожил до победы. Похоронен Петр Дорофеев на братском кладбище в Латвии, вблизи города Салдус, скончавшийся от ран. Вопрос об истинных причинах и месте гибели Николая Кузнецова и его двух соратников Белова и Каминского остается открытым, пока закрыты архивы ФСБ. А вот что говорила Довгер в 70-х годах на встрече с молодежью города Усмани. Это рядом с Воронежем, где в то время жила Довгер. Получив от командования новое боевое задание, Николай Иванович направился в город Львов. Уже недалеко от города, в одном из сел, он опоролся на отряд украинских националистов, которые, как известно, дрались за самостоятельную Украину. Завязалась жаркая схватка. Один против 18-ти? А где были Белов и Каминский? Многие бандеровцы погибали от метких выстрелов от важного советского разведчика. Но кончились патроны. Израненный Николай Иванович последнюю пулю израсходовал на себя. 27 июля 1989 года герою Советского Союза Николаю Ивановичу Кузнецову было бы 78 лет, но не пришлось ему дожить до этого возраста. В 32 года в селе Баратин он принял последний бой, подорвав себя и врагов противотанковой гранатой. Был он скромен, немногословен и очень храбр. Находясь в партизанском лагере на отдыхе, любил у костра разведчиков послушать их рассказы о подвигах и курьезных случаях. Заразительно смеялся, когда кого-нибудь уличали в неправдоподобности. Николай Кузнецов всегда болел за разведчиков и очень переживал, когда кто-нибудь из них погибал. Когда у села Великий Житель погиб связной Кузнецова Николай Тарасович Приходько, которому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза, меня и Петра Дорофеева послали в Ровно, чтобы предупредить Кузнецова и других разведчиков о том, что этой дорогой пользоваться нельзя. Но мы с Петром поехали именно этим путем. Почему, до сих пор не пойму. Вероятно потому, что до другого места через реку Горынь было около 50 километров. Конечно же, мы наткнулись у переправы на полицейских, но нам удалось уйти невредимыми, хотя пальба была страшная. Но темные ночи быстрые кони спасли нас. Но приказ есть приказ, и его надо выполнить любой ценой. В километрах десяти выше по течению у нас был знакомый рыбак. Мы поехали к нему, решив коней бросить, переправиться на лодке и пешком уйти в Ровно. В плавь переплывать через реку нельзя, так как это было в поводе в конце февраля, и по реке еще плыли льдины. Приехали к рыбаку, рассказали о своем плане, а он замахал руками. Вы что, ребята? Во-первых, я удивляюсь, как вы проехали, ведь вокруг заставы. Во-вторых, вчера днем немцы перегнали все имеющиеся лодки на другой берег и предупредили, если у кого лодка будет найдена, то всю семью расстреляют. Но мы настаивали помочь нам перебраться на другой берег. Он подумав и сказал, «Скоро рассвет, вам надо сматываться. Сегодня мы уже ничего не сделаем. Есть у меня в одном месте рассохшая лодка. Я ее попробую наладить, а вы в следующую ночь приезжайте». Мы поблагодарили рыбака и поехали на свою базу, которая называлась «Маяк Жигалда» по фамилии хозяина. Когда ранним утром заявились на хутор, то увидели Николая Кузнецова и шестерых разведчиков, прибывших из Ровна. Николай Иванович кинулся нас с Петром обнимать и похлопывать по спине, приговаривая, «Ну молодцы, ну молодцы, что остались живы». Оказывается, от знакомого гестаповца Кузнецов узнал о гибели Приходько и срочно выехал предупредить нас, чтобы никто не пользовался этим путем. Сам он приехал другой дорогой через железнодорожный мост у местечка Александрия. Узнав, что мы уже уехали, Кузнецов сказал, «Ну вот, еще двое погибли». Он очень переживал, и велика была радость увидеть нас живыми. В любом бою, в котором принимал участие Николай Иванович, он всегда был впереди и первым. Когда на автостраде Киев-Львов мы подорвали противотанковой гранатой легковую машину, захватив полковника Рейха и имперского советника графа Гаана, Кузнецов первым бросился к машине и открыл дверцу. И, наверное, был прав, потому что любой из нас мог их застрелить, если бы они схватились за пистолеты или автоматы. А вот этих языков мы впервые узнали у местонахождения ставки Гитлера под Винницей. Николай Иванович Кузнецов был очень хороший товарищ и делал все, чтобы помочь ближнему, попавшему в беду. Жорж Стручинский, идя навстречу с власовцами, попал в засаду и был ранен и захвачен фашистами. В Ровенской тюрьме его подвергали зверским пыткам, но он молчал. Гестапо его не расстреляло, надеясь со временем сломить его волю. Николай Кузнецов разработал операцию по освобождению Жоржа, которая была блестяще осуществлена. В полицию города Ровно обратился бывший польский офицер Петр Макарович Маманец с просьбой принять его на службу. Это была находка для фашистов, потому что среди поляков предателями были единицы. После специальной проверки Маманец был принят в полицию. Это был высокий, не очень разговорчивый и утонченный интеллигентными манерами человек. Вскоре он был переведен в охрану Ровенской тюрьмы. Фашисты здесь наживались как умели. Охрана часто за определенную плату выводила заключенных на работы к разным предпринимателям, спешившим сорвать куш на оккупированной земле. Однажды Маманец ткнул пальцем в Жоржа Струтинского. «Возьмем и этого!» «Нет-нет!» – замахал руками старшей охраны. «Он значится за гестапо. Вдруг сбежит!» «Ничего, я сам за ним присмотрю!» – ответил Петр Маркович. «А мы получим лишние рехсмарки!» Жадность взяла верх, и Струтинский был включен в группу. Жорж сразу понял, в чем дело, и когда по дороге Маманец моргнул ему глазами, Жорж упал на дорогу. Ему стало плохо. Петр Маркович сказал, «Идите, идите, я сам с ним расправлюсь!» Он затащил Струтинского во двор, там они перелезли через забор и вышли на другую улицу, где около легковой машины стоял элегантный обер-лейтенант. Это был Николай Иванович Кузнецов. Все сели в машину и через час уже были в лесу на партизанском маяке. Герою Советского Союза Николаю Ивановичу Кузнецову посвящено более трех десятков книг, четыре кинофильма, две пьесы. Но его короткая жизнь была так насыщена подвигами, что даже еще если столько написать, все равно до конца не отразить всего, что он сделал для Родины.